В преддверии Дня Республики в Таразе состоялось открытие нового цеха минеральных удобрений ТУ «Косфосфат». В торжественном мероприятии приняли участие министры индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев, Аким Жамбулской области Нуржан Норжигитов, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам развития и топливно-энергетической и химической отраслей Журабек Мурзам Ахмудов. По словам главы МИИР, «Косфосфат» является крупным предприятием на рынке химической отрасли. В секторе агрохимии больше половины продукции производится данным предприятием. Сегодня особенно радостное событие. По личному поручению премьера-министра сегодня я нахожусь с вами, потому что это событие не только для работников «Косфосфата», не только для региона Джамбургской области. Я думаю, что это знаковое событие и для всего Казахстана. Мы с огромным уважением относимся к вашему труду. Благодаря вашему труду в течение нескольких последних лет два с половиной раза вырос показатель по производству удобрений. В один и восемь раз вырос экспортный потенциал нашей страны. Сегодня благодаря вам подтягиваются и другие наши заводы. Сегодня мы на начале строительства двух заводов только в этой области вместе с Нуржан-Малдиярджем были. Я думаю, что и эти заводы в скором будущем сегодня ведутся в строй и тоже будут надежные опоры нашей экономики. Глава региона подчеркнул, что Джамбургская область исторически была центром химической промышленности Казахстана. В соответствии с поручениями президента страны Касымшу Марта Тухаева, на сегодняшний день одной из главных задач является обеспечение внутреннего рынка минеральными удобрениями. Отрадно, что в канун празднования Дня Республики сегодня у нас на самом крупном системообразующем предприятии нашей Джамбургской области запускается новый цех по производству минеральных удобрений. Наша Джамбургская область, город Тарас всегда считался пионером, локомотивом в производстве химической продукции. И на сегодняшний день на территорию области для того, чтобы в течение ближайших двух-трех лет полностью обеспечить Республику Казахстан минеральными удобрениями фосфорными, проводится большая работа. Это вот в Сарасузском районе, который работу проводит Туокосфат и Еврахим. Журобек Мирза Махмудов поздравил всех со знаменательным событием и подчеркнул, что новый объект даст мощный импульс развитию экспортного потенциала предприятия. Новый цех сможет выпускать 500 тысяч тонн амафоса в год. Таким образом, компания увеличивает объем производства минеральных удобрений до миллиона тонн в год. На сегодняшний день в филиалах ТУО Казфосфат работают 7 тысяч человек. Благодаря вводу новой линии производства создано еще 500 новых рабочих мест. Вновь принятые работники прошли профессиональное обучение непосредственно на производстве. Казфосфат является крупнейшим отечественным производителем фосфорных минеральных удобрений. Между компанией и Министерством сельского хозяйства РК был заключен меморандум с целью фиксации цены на амафос на 2022-2024 годы. По условиям меморандума Казфосфат обязуется не повышать цену на амафос. В этот день Кайрбек Ускенбаев и Нуржан Нуржигидов провели встречу с сотрудниками ТУО Казфосфат, в ходе которой обсуждены вопросы обеспечения экологической безопасности дальнейшего развития химической промышленности. Глава МИИР также ознакомился с деятельностью ТУО «Энерджи Тарас», производящего современную энергоэффективную светотехническую продукцию.